Прямо сейчас в Кировском кинотеатре проходит премьера фильма «Тренер». Но пока с картины приехал и актер, который сыграл одну из главных ролей. Подробности знает моя коллега Евгения Бакина. Она сейчас находится на месте. Женя, скажи, премьера уже началась? Ксюша, привет! Наша съемочная группа находится в кинотеатре «Колизей». Здесь в 18.30 началась премьера нового российского фильма «Тренер», режиссер которого Данила Козловских. А пока о самом фильме. Юрий Столешников, легендарный футболист прошлого столетия. В одну минуту болельщики за... Ждут одного, последний гол Столешникова и победа в чемпионате. Но все оказывается куда хуже, чем предполагали. Юрий не попадает по воротам, матч оканчивается победой команды противников. Столешников в отставке, не знает, куда идти и чем зарабатывать на жизнь. Проникнувши в его ситуацию, знакомый предлагает ему выгодное предложение стать тренером некогда известной сборной по футболу. Думая, что это единственный шанс, он соглашается, даже и не подозревая о том, что жизнь даст ему второй шанс стать чемпионом. В нашей съемочной группе выдалась уникальная возможность пообщаться с одним из актеров фильма «Тренер». Это Виталием Андреевым. Такая возможность кировским СМИ предоставляется очень редко. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы играете Зуева. Это действительно так? Да, действительно так. Расскажите о самом персонаже. Ну, это такая история молодого, безусловно, перспективного, талантливого футболиста, который только входит в мир большого спорта и сталкивается с достаточно такой жестокой, жесткой, суровой, закулисной, как бы, жизнью большого спорта. Ну, и в итоге ряд некоторых обстоятельств и его травм в прошлом, и вот эти вот условия, в которые он попадает и к которому, оказывается, не готов, оказывает в него давление, и он начинает закрываться, зажиматься и, в общем, потихоньку угасает. Но в его жизни появляется Столешников, который его... Который раскрывает его, принимая участие не только в его жизни на поле, но и за пределами поля, и, в общем, помогает ему преодолеть эти психологические барьеры, расправить крылья и играет так, как он умеет. Виталий, как считаете, у вас есть какое-то сходство с самим персонажем, которого вы играете? Что-то, безусловно, есть, что-то, ну, как бы, пришлось обнаруживать, но я думаю так, что в жизни бывают такие ситуации, когда все мы чувствуем себя зуевыми, поэтому условия сюжета, условия картины, они помогали себя ощутить в этих обстоятельствах, и это очень помогало играть, существовать, поэтому, я думаю, конечно же, есть, есть не только во мне, я думаю, в каждом есть зуевые. Как вы считаете, какие вообще были у вас взаимоотношения с Данилом Козловским? Прекрасные, прекрасные взаимоотношения, не знаю. А вообще, как можете оценить его работу? Ведь он играл как главного персонажа и в том числе был как режиссер. Замечательно. Десять за актерское, десять за режиссерское. Мне не особо есть с кем сравнивать, поскольку это мой дебют в большой картине, но у меня остались только положительные впечатления от работы с Данилой, и я просто благодарен судьбе за то, что мне предоставилась такая возможность поучиться, понаблюдать, быть в одном кадре, слушать какие-то ценные указания, подсказки, в общем, работать и создавать нашу, скажем так, картину. Поэтому я ему бесконечно благодарен за то, что мне выпал такой шанс, такая честь, и я бесконечно горжусь тем, что смог. У нас, к сожалению, эфирное время подходит к концу, но вы можете кратко ответить, почему кировчане должны прийти на этот фильм? Потому что, я думаю, этот фильм не только подарит массу каких-то позитивных эмоций, но это все-таки история не столько про футбол, сколько про людей. Я думаю, что каждый человек найдет себя как в Столешникове, так и в моем герое, и в других героях. Это все-таки может произойти с каждым, и мне кажется, что эта картина даже не столько показывает ситуацию, вот, как она сложится, сколько помогает обнаружить, как из этой ситуации выбраться, и как преодолевать себя, откуда черпать, к чему открываться, к чему закрываться, и как, в общем, добиваться того, чего ты хочешь на самом деле. Виталий, у нас, к сожалению, время эфирное подходит к концу. Спасибо, что ответили на мои вопросы. Ксюха, у нас на этом все.